Привет, всем! Одна нота. Сегодня я буду говорить в русском, и если вы не понимаете русского, может быть, вы можете читать что-то из слайдов, но здесь нет много информации. Вы знаете. Окей. Меня зовут Алексей Зиновьев, и я являюсь Java-тренером в компании EPUM, Санкт-Петербург. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как использовать Java в продакшн-проектах для Data Mining Research Project, или если ваш research уже закончен, то просто в Data Mining проектах. Итак. Почему я вообще могу сегодня вам об этом рассказывать? Откуда пошел мой опыт? И так далее. Так получилось, что в университете я занялся некоторыми научными областями, и шло все потихонечку с теорией графов, Machine Learning. Правда, в университете это называлось не Machine Learning, но, наконец, только иначе, Traffic Jumps Prediction, Big Data Algorithm Sense All. Но так получилось, что все эти научные идеи очень тяжело ковырять одному, и хочется присоединиться к какой-нибудь команде профессионалов, которая все это может запустить на больших реальных данных. Так я стал Java-программистом, так получилось похоронить данные в несколько базах данных, так началось с ходу, и в последнее время спар. В данный момент я являюсь тренером, но до этого имею, соответственно, 5-6 лет опыта в продакшене с Big Data проектами. О чем мы будем сегодня говорить, и о чем не будем говорить, я скажу буквально два слова, и тогда просто, возможно, кто-то переключится на более интересный доклад, либо, наоборот, поймет, что это ляжет именно на него. Мы сегодня поговорим очень хорошо о data mining, потому что обычный Java-программист все-таки несколько далек от этой сферы. Мы поговорим о Hadoop-экосистеме, поговорим о Spark и его друзьях, но это не будет такое глубокое введение в Spark Architecture, как до нашего обеда. Я отсылаю вас за видеозаписями этого доклада. Кстати, кто был на докладе по архитектуре Spark? Большое количество. Ну что ж, все хорошо. Я сразу предупреждаю, что глубоко в Spark я не полезу, и мы также поговорим как раз о различных machine learning libraries, которые можно использовать как на небольших датасетах, когда вы прототипируете, как и на чем-то большем. О чем я точно не буду говорить. Есть ли среди вас вообще такие люди, которые считаются Hadoop developers, которые там откликаются на такие вакансии? Один вижу. Два. Два. Ну то есть вот эти вот люди, которые ходят на вот эти вот вакансии. Я не буду сегодня вам рассказывать, как тюнить кластер Hadoop. Это тоже немножко не моя область. Я не буду вам рассказывать, как настраивать параметр Random Forest. Если для вас это не пустой звук, то опять же, этот доклад немного не для вас. Но доклад для вас, если вы как раз стартуете в этой области. Сейчас я вам покажу небольшой комикс на эту тему, чтобы замачиваться. Итак, поехали. Были старые добрые деньки, в которые вы просто так были, таким хорошим Java-девелопером, и в какой-то один из этих дней вас вызывает на ковер ваш начальник и говорит, слушай, тут такое дело, надо посоветоваться. Мы тут собираемся взять data mining проект. Наш клиент не то, чтобы слишком в этом разбирается, но он говорит, ему нужны какие-то Python-девелоперы для этого. Но ты ведь у нас обычный Java EE-девелопер, поэтому, пожалуй, исключим тебя из команды. Давай, иди пиши свои бэкэнды, ты нам не очень нужен. В общем, об этом мы примерно сегодня и будем говорить. Если эта стартовая точка на вас матчится, то все очень хорошо ляжет. Такой простой риторический вопрос, который я буду иллюстрировать Дилбертом. Может ли Java-программист быть data scientist? На этом можно долго и хорошо рассуждать, но, скорее всего, если вы все здесь на Java конференции и Java-программисты, data scientist это либо персона, с которой вы так или иначе контактировали, и в составе, например, соседней команды или вашей, который скидывал вам оттуда откуда-то сверху какие-то модели, написанные на Python или на R, и вам нужно было как-то переколбашивать этот код, как-то все это имплементировать. Как, в принципе, западные издания представляют data scientist. Это такой сексуальный человек, который стоит к вам в заднице и что-то изучает на доске, какие-то сложные формулы, которые мы уже забыли после университета. Но в реальности это типичный data scientist, так как профессия довольно молодая. Это некоторый студент, который в перерыв между парами запускает какие-то R-скрипты. И он, конечно, понятия не имеет о дизайн-паттернах и прочих сложных штуках, о которых нам нужно все время помнить. И что я примерно говорю этому молодому человеку, который спит между парами? Я говорю, ты не пройдешь никуда. У нас ведь есть экспертиза, мы обязательно ее куда-нибудь впихнем. Но для того, чтобы нашу Java-экспертизу применить и запрыгнуть на вот этот уходящий поезд того проекта, где нужны Python-девелоперы, мы должны немножко разбираться вот в этой предметной области. Итак, что такое data mining? Давайте отсекать. Конечно, это может быть статистика. И для многих, многие приходят в data mining, в статистику и пришли в нее в machine learning. Знаете, из таких интересных областей? Я не знаю, как у вас. У нас был университет такой предмет эконометрика. Был ли у вас такой предмет? Ну, что-то похожее. Это там, где экономисты брали какой-нибудь временной тренд и пытались провести какую-то кривую. Я ходил на третьем курсе на спецкурс, мне было неинтересно чуть-чуть совсем. Я подумал, боже, какая скука! Через 6 лет это назвали machine learning. Я такой, вау! Здорово! И понеслось. Может быть, это какое-то модное облако тегов с какой-нибудь B2B конференцией. Знаете, такие есть? Куча отраслевых конференций big data в клауде и там бла-бла-бла вот эти вот все слова. Очень здорово. Программистам на таких конференциях обычно делать совершенно нечего, потому что там говорят не об инструментах, там говорят о трендах, там говорят вот о бизнесе, о business value. Это все очень здорово, но нас обычно не касается, потому что мы там решений никаких принимать не можем. Некоторые путают немножечко все это направление с построением просто больших отчетов, из которых мы извлекаем какие-то интересные факты. И, безусловно, когда вы запускаете, например, AlabCube поверх огромной MS SQL базы данных или какой-нибудь Cassandra, это очень напоминает, что вы ищите какие-то данные, новые извлекаете, но на самом деле нет. Alab не предполагает поиска новых паттернов. Даже если вы используете там сверхпопулярную библиотеку Mondrian для установки и постройки AlabCube в Java, вы все еще не датамайнер. Но что можно уже считать в принципе датамайнингом? Ну вот, пожалуйста, у меня такие средние температуры в Киеве по месяцам. Давайте посмотрим ноябрь. Средняя температура 1,8, а сегодня явно теплее. Недавно я посмотрел, было вообще плюс 13, когда я прилетал. И как-то вот, вот эта вот фича Average Temperature in Month, она в принципе может быть использована для предсказания, но ваш прогноз будет очень сильно гулять. Или, например, не менее интересная задачка. Такая вещь в себе. Если посмотреть на вот эти Google-тренды, упоминание, здесь видно синеньким, это Big Data, Apache, тут не видно, Hadoop, одна из линий, и одна зиния патч Spark, и еще одна Machine Learning. И видно, что в упоминаниях в новостях почему-то Big Data и Hadoop резко идут вниз. А Spark, например, Machine Learning, еще только забираются на некоторая плата. Можно ли на основании этого что-то предсказать дальше? Стоит ли нам вообще разбираться с Hadoop или с Spark, или эта штука уже пошла вниз? Вот предсказание этого, какие бы вы данные не подтягивали, вы можете использовать только тайм-серию какую-то. Или, например, достать какие-нибудь данные о зарплате в Кремниевой долине уже, которые соотносятся с этими ключевыми словами, и строить какой-то тренд дальше. То есть, все сложнее и сложнее. Не менее интересны задачи распознавания образов. То есть, для нас очень легко отличить вот этого человека от этого дивана. Это очень легко. Но машина отличить их не может. Для нее, в принципе, занимают, например, очень похожее расположение. Если смотреть просто на какой-то растр, набор пикселей, это не совсем ясно. Мы должны предложить какие-то признаки, по которым их можно будет отличать. Но самый простой это цвет, потому что толстый мужчина ему нравится на фоне воды. Но если мы его сфотографируем на диване, сможем ли мы его отличить во всех случаях? Нам надо много экземпляров толстого мужчины и дивана. И добавлять все время какие-то новые, новые признаки. Если погружаться дальше, то Java-программист, если он, когда он пишет какой-нибудь игровой сервер, он может, в принципе, остаться в рамках своей предметной области, гонять байтики по сети и радоваться жизни. Ему достаточно просто углублять свои знания. Если вы подписываетесь вот под эту область, неважно, там банкинг какой-то или, к примеру, датамайнинг, вы вынуждены погружаться в предметную область. Потому что очень сложно человеку, который, например, ничего не знает, ну, например, человек слепой, ничего не знает, в принципе, об изображениях, заниматься датамайнингом и придумывать новые фичи для распознавания изображений. Если он не владеет самой концепцией, что такое изображение вообще. А если он когда-нибудь такие видел изображения до аварии, ему уже намного легче. Опять же. Поэтому, полезем немножко в предметную область. Вы должны себя сейчас внутри спросить. Я вот буду писать, какие есть типичные вопросы, предъявляемые к датамайнерам. Если вас внутри от них тошнит, это не ваше. К примеру, такая задача, которая всех интересует. Есть банк, у него есть какие-то кредитные созаемщики, у которых есть какая-то кредитная история. Довольно типичная вещь. Многие банки собирают, обмениваются датасетами друг с другом и строят по вашему профилю вашу кредитную историю. Не важно, в каком банке вы что-то взяли, даже если это какой-то микрозайм. Им важно выяснять, кто из них действительно высоко рисков. Если вам нравится такого типа задачи, то привет. Далее. Как нам обнаружить, например, телефонных мошенников, любителей какого-нибудь спама по смс и так далее. Вот, например, такие вещи. Или, очень простая задача, вы знаете, ею пытаются задуматься вообще в любой компании. Ведь цель любой компании генерировать прибыль. Кого, как не нормальную компанию, должен интересовать, а какая у нас будет прибыль в следующем году. Если в вашей компании нет вообще никаких проектов, связанных с датамайнинг, вы все равно можете прийти к своему директору и сказать, слушай, я хочу заняться благим делом, предсказать тебе прибыль в следующем году. Дай-ка мне тех и тех исторических данных. Вы подписываете какой-то НДА и устремляетесь. Хороший способ потренироваться. Скорее всего, это не будет оплачено, но вас заметят и в следующий раз, может быть, не проигнорируют. И, конечно же, очень интересная задача, но так редко попадающаяся в реальности. Это, например, слушай, я вот тут пользователь какой-то системы, порекомендуй мне какую-нибудь музыку. Не знаю, насколько... Поднимите руки, кто пользуется, например, ВКонтакте. Есть такие? Не очень много. Хорошо. Мне просто сложно сравнить, может быть, кто-то пользуется одноклассниками или еще чем-то. И там, и там есть, например, какие-то сервисы рекомендации музыки. И они, например, основываются на алгоритмах, которые сравнивают, предлагают вам музыку, та, которая популярна среди людей, с которыми вы действительно близки. Или, например, среди людей, с которыми вы почему-то ищете одно и то же. Например, девушек, тачки или, например, какие-нибудь видео с конференции джао. Итак, но мы сейчас очень много говорили о предметной области, а что же вообще сделать здесь джависту? С какого парадного или, может быть, черного входа ему можно зайти? Ну, на самом деле, до того, как заниматься очень сложным построением каких-то моделей, есть много скучной, неинтересной для обычного ученого работы. Это, например, сбор множества разрозненных источников, данных в один, подготовка всего этого. И поверьте, типичный data scientist, который пришел из статистики, психологии или биологии, ему непонятно, непонятны эти форматы файлов. И здесь вы можете взять все на себя и более того, изобрести велосипед неоднократно. Кто сказал, что OpenCSV хорош для того, чтобы парсить миллионы маленьких файлов? Кто-то забирал его performance? Особо нет. Например, ваши знания потребуются для переопределения каких-то пропущенных данных в действительно разреженных массивах или датасетах. Это удаление каких-то странных сигналов из данных и здесь даже не всегда нужно быть богом от статистики. Достаточно порой пристального взгляда в визуализации и опять же знания предметной области. И, конечно же, корректное, эффективное объединение, например, в памяти всех этих источников. Вот здесь просто джависты, они же боги JVM, они все понимают, как там происходит с хипом. И вот здесь именно вы можете выйти на сцену, потому что и R, и Python не очень сильно упираются в то, что слишком много всего соединить в памяти мы не можем. Все это начинает себя не очень хорошо вести, и уж тем более написать корректный многопоточный код для этого. Я приведу пример вам еще одной задачи, где Java просто царит на самом деле. Это задача, например, правильного таргетирования и сбора персональных данных. Это та самая сфера, из которой идут вот эти тоже слегка булштовые слова вроде DSP, DMP системы и в целом RTB платформы. То есть это те действительно быстро реагирующие на ваш запрос платформы, которые позволяют за короткое количество времени определенный порог 100-20 может быть миллисекунд, кого-то 5 миллисекунд, если это вообще достижимо, быстро ответить, причем до этого сбегав в разные источники данных по какой-нибудь куке, собрав ваш профиль, оценить, а стоит ли вообще этому человеку, например, показывать рекламу. То есть здесь, конечно, все сильно завязано на рекламный бизнес, но опять же, богом маркетинга быть не нужно. Вы должны уметь писать быстрые и отзывчивые сервисы. И здесь очень полезно уметь писать хороший высокопроизводительный Java код. Не тот, который будет там еще что-то докомпилировать в итоге, а по-настоящему легковесные и масштабируемые. При этом, если говорить про таргетирование, вы не поверите, можно думать о каких-то очень-очень сложных фичах, но большинство заказчиков интересует четыре простых вещи. Это определить по входящим данным, это вообще мальчики или девочки были, какой у них был примерный возраст, причем возрастная аудитория, какой у них географическая локация при условии, что например, недоступен IP, но есть история запросов. Это какой-то дополнительный таргет потому, что людям нравится, то есть просто определить по списку категории, какие категории люди лайкают, а какие нет, что им нравится, что не нравится. И высшим пилотажем, но недостижимым в большинстве случаев является реальный таргет на интересы. Нет, никакого реального таргета на интересы не существует. Есть лишь предположения маркетологов о том, что женщина 25 лет, например, из Киева интересуется вот этим. И мы ей, пожалуй, покажем вот то. В то же время стоит помнить, что здесь, конечно, стоит подтягивать кое-что кроме Java порой. Если вы посмотрите в целом, как функционирует современный интернет, в котором дофига бесплатного контента, вы можете заметить, что вы много где оставляете свои персональные данные, много кто постучится к вам куки. Если вы отключите свои куки, сразу половина сайтов скажет, эй, можно я к тебе кое-что допишу? Потом на определенных биржах все эти вещи агрегируются по вашим профилям. В качестве профиля выступаете не вы, лично вы никому не интересны, это ваше домохозяйство. То домохозяйство, которое может реально потреблять. И собирается определенная база данных, вокруг которой уже пишется определенный сервис, который быстро что-то отвечает по куке. Что вот эта кука принадлежит домохозяйству, которое скоро родит. И так далее. Итак, в целом, если вас постепенно вовлекает в мир РТБ платформ, то знайте, там нужно будет, это только на первом этапе вам нужно будет написать быструю отзывчивую систему. Уже очень скоро вам нужно будет все время что-то предсказывать. Потому что первое, за что продает РТБ-система, это за скорость, а второе все-таки за точность предсказания. И вот здесь в дело вступаете вы, если, например, у команды нет денег на реального датасайдиста, например, с PHD. Итак, какие могут быть источники данных, зачем нужно определенным образом следить. Самое простое, с чем всегда всем нравится работать, вы скачали какой-нибудь там дамп твиттера, обратились через API Facebook, Knowledge Graph, и такие что-то классные предсказываете типа про пользователей. Но социальные сети не любят делиться своими данными за просто так, да и вообще в обычном реале вы, скорее всего, не будете иметь даже полных знаний о том, кто это, тем более какой-то его анкеты, стащенные соцсети и так далее. На самом деле, более типичным кейсом будет исследование, например, каких-то trade transaction, которые предоставит банк. Если вы, опять же, только стартуете в этой сфере, обращайте внимание, многие банки уже делают хакатоны, пожалуйста, поучаствуйте, предскажите нам, например, не будет ли отклонена эта транзакция или нет ли здесь как раз какой-то аномальной активности. То есть, поиск каких-то, опять же, злоумышленников, которые пытаются наколоть банки и так далее. Это данные открытые, которые представляются вашим правительством. И программы открытых данных, в принципе, все шире и шире идут по каждому городу. Но почему-то все очень любят нарисовать велодорожки в своем городе и на этом успокоятся. Но никто не занимается построением реальных предиктивных сервисов. Например, пожалуйста, простой пример. Я не только, чтобы очень хорош для холмов. Я приехал в Киев, и та карта, которая у меня была, скажем так, пролагала мне маршруты, никак не учитывала страдания предыдущих поколений, которые забирались на один холм в старый город и так далее. Если бы что-то такое было, было бы намного лучше. Который бы прокладывал маршрут, например, с учетом чего-то. Это медицинские данные, в следующую очередь. Причем здесь самая перспективная вещь. Где-то в определенных странах уже поняли, что основные деньги крутятся в продлении жизни и здоровья. И появляются вещи, где нужно диагностировать рак, может быть, и какие-то намного более легкие болячки на основании факторов, которые даже в простых анализах не берутся. В том числе, включая данные о посадках в вашем регионе. Вот здесь все это требует довольно творческого подхода. И, конечно, данные телекоммуникации. Это те данные, которые образуют, знаете, такой мгновенный граф созвонов. То есть, каждая вершинка это вы, когда происходит созвон, оплата счета, вот эти вот все данные. При этом все эти датасеты могут быть представлены в разных вещах. Если вы не умеете с каким-то из этих форматов данных работать, вам придется научиться, если вы датамайнер. Это, конечно же, реляционная база данных. С них все начинают, и ваш заказчик, который придет к западу, он в первую очередь скажет, ой, у меня тут есть db2, или что-то какой-нибудь старинный постгресс, или оракл пятой версии. Достань данные, пусть они еще шустро работают, предскажи мне что-нибудь, не знаю что. Вы должны знать реляционные базы данных, причем даже разные диалекты. Это мой самый любимый формат, это различные исторические данные, расположенные в последовательных файлах. Любо дорого работать, можно натравить Hadoop и так далее, но это настолько мелкая часть, вам, скорее всего, придется делать такие файлы из всех остальных источников данных. Это, конечно же, файлы в CSV. Если вы хейтите CSV, или не дайпл binary формат, вам придется научиться опять же работать с ними. Последнее время довольно много хаков, каких-нибудь мелких социальных сеточек, где люди дружат друг с другом для разных целей, и сливаются в сеть огромное количество электронных имейлов. Все это, опять же, необходимо анализировать. По простой причине. Хотите ли вы людям предлагать возможность автоматически отвечать на письма, или искать какие-то интересные паттерны, опять же, чтобы на них таргетироваться, вам придется эти вещи делать. Или вы ищите какие-нибудь данные антикоррупционного скандаля. И, конечно же, самая последняя вишенка на торте. Если вы работаете, не дай бог, с командой data scientists, которые вот такие классические после университета, после какой-то научной школы. Ладно, если они еще используют какой-то R, Octave или MATLAB-овский формат. Скорее всего, они защитили PHD, придумав свой собственный формат. Вам придется парсить его, придется с ними договариваться. Особенно это популярно, когда люди шифруют какие-то биологические данные, а потом теряют описание о мета-информации. Вы становитесь человеком, который вообще хакает формат. Итак, сейчас мы поговорили о том, что должен и обязан знать вообще просто Java developer на data mining проекте. Если он пытается идти дальше, он не просто научился работать с источниками данных, предоставлять инфраструктуру для вышестоящих высоколобов товарищей, то он может попробовать начать с простейших правил, простейших алгоритмов. Например, если вы пилите что-то для какого-то магазина, ему очень важно, например, выкладывать товар в определенном порядке и не полагаться на опыт каких-то людей, полагаться, например, на данные о датчиках движения покупателей внутри магазина с какими-нибудь карточками или чипами. И важно также, например, рекомендовать людям что-то по правилу простой ассоциации. Обычно с этим вином покупают такие яблоки. Давайте предложим ему что-то. Здесь очень простая статистика на уровне второго курса. Вы можете вставить ассоциативные правила практически в любую систему, свернув в какой-нибудь небольшой отчет и опять же ваш руководитель будет очень доволен. Намного более сложная вещь это кластер-анализис. То есть я специально привел здесь картинку с курсьера, чтобы было понятно, что кластер-анализис то, что нам пытаются рассказать на курсьере, сейчас мы будем с вами соберем два простых параметра, будем распознавать кому какие футболки выдавать, но так бы не так. На самом деле к кластерному анализу относится большинство задач, которые нам придется решать на реальных данных. К сожалению, данные чаще всего сыры, даже каких-то предположений о том, какие там классы могут быть, нет. Вы должны сначала посмотреть на них, построить какую-то там простую визуализацию и так далее, и предложить несколько вариантов разделения на классы. И уже после этого прогонять какие-то алгоритмы кластеризации. Проблема в чем? Проблема в том, что сколько алгоритмов, столько и мнений. Здесь вы видите, как три датасета, разные алгоритмы, например, Cummins, DBSCAN или, например, не очень видно, какой Word, по-моему, разделяют совершенно по-разному на кластера наши данные. Причем очень сложно заметить даже какую-то общую закономерность в том, как они разделяют. Почему так? К какому алгоритму обращаться? Проблема в том, что любой ответ правильный в зависимости от того, какую метрику расстояния между кластерами вы выберете. В этом есть определенная проблема и творческий поиск. Никогда, если вы даже программист, который не сильно читает научные статьи, не останавливайтесь на любимчике. Есть люди, которые выбирают Cummins и идут вперед. То есть, фигачат его в любом проекте, говорят, у меня уже есть простая либо для кластеризации, вшитый туда Cummins и все хорошо. Не оценивают никакие параметры и вот у них как бы все хорошо получается, впрод выкатывается решение и оно нифига не кластеризует. Намного более простая, казалось бы, вещь. У вас есть какой-то набор точечек, например, в двумерном мире и вам нужно провести некоторую кривую, которая так или иначе будет недалека от всех этих точек. По какому принципу недалека, опять же, хороший вопрос. Можно выбрать какую-нибудь евклидовую метрику или там, манхэттессанское расстояние, может что-то более сложное. Все это, опять же, нас заставляет вспомнить старый добрый метод наименьших квадратов. Но мир может быть не двумерным, может быть многомерным и нам не обязательно нужно проводить какую-то прямую, а это может быть какая-то плоскость, гиперплоскость и так далее. Она вполне может быть очень сильно кривой. Вот, например, на верхней картинке, когда мы хотим отделить котов от собак, вот наша кривая выглядит как-то вот не очень хорошо. При этом, чем более сложный алгоритм мы вовлекаем здесь, тем более изощренные кривые могут получиться, но здесь всегда есть опасность немножечко переобучиться. Если говорить про задачи классификации, то они идеальны. Они есть обычно на Kaggle, где у вас есть какой-то набор данных, которые хорошо расклассифицированы, про них известно. Вот это вот, вот это точно известно, что эти фотки кошечки, вот это точно собачки, а вот эти вот все, дескать, мы не знаем такие. Ну, мы сами понимаем, мы можем проверить глазами, но пускай мы обучим нашу машинку ее распознавать. Задачка идеальная, но в жизни почти не встречается. Если вы реально хотите перейти от задачи кластеризации к задачи классификации, вам, скорее всего, придется тренировочное множество размечать самим. Это та еще проблема. Будете ли вы делать это глазками, иногда это невозможно, вам придется купить 100 индусов, которые будут это размечать за вас. В любом случае, там будет какая-то погрешность, человеческий фактор и так далее. Я чуть-чуть ускорюсь буквально. Есть у нас еще такая вещь, которая опять же все очень любят, когда не знают, что делать. Не застревайте в ней. Это decision trees. И я вспоминаю тоже нашумевшую такую задачку распознать, какие пассажиры с Титаника выживут, основываясь на некоторых данных. Ну, какие там были данных у пассажира? Имена, возраст, основанные на регистрации билетов. Есть такое классическое решение. Давайте возьмем в качестве фичи пол, возраст и вот такую не менее интересную фичу, как СИБСП. СИБСП здесь означает количество, по-моему, членов семьи, которые с тобой вместе плыли на борту Титаника. И можно заметить, что вот это вот дерево решений, которое в итоге строится, оно считает, конечно, пол намного более значимой фичей, оно некоторым образом их сортирует иногда. Но некоторые фичи, например, там, например, казалось бы, мы все знаем, что там в третий класс он застрял внизу, а первый класс не выбрался. Смотрите-ка, эта фича не поднялась в топ-3 совершенно. Почему-то вот количество родственников на борту, взаимовыручка при посадке в лодке, однако помогла. И если обратиться к реальным историям, эта фича действительно имеет смысл. Но, тем не менее, с деревьями решения есть одна проблема. Они выглядят красиво, понятно, но когда вы приходите к заказчику, есть ровно одна проблема, он говорит, а как у тебя это получилось? Ты говоришь, я использовал Random Forest, он говорит, что? Объясни-ка мне, дружок. И ты как бы такой, ну вот, это такие штуки, я ее из ЛИБы вызывал, все здорово, но ты не можешь это объяснить. Умеете защищать тот алгоритм, который вы использовали. Даже если вы не знаете его доказательства, знайте хотя бы теорему. Итак, и есть самый простой, мой самый любимый друг, друг всех детей, это КНН, который рассматривает небольшое количество ближайших соседей, или большое, в зависимости от ваших вычислительных мощностей, чтобы разобраться с ориентацией зеленого кружочка. У нас есть зеленый кружочек, и у него есть соседи в каком-то пространстве, это синие квадратики и красные треугольнички. И если мы возьмем всего лишь трех соседей, то красные треугольнички нехорошо повлияют на зеленый кружочек, и он станет красным треугольничком. Но если мы возьмем пятерых соседей, то общественное мнение превозобладает, и мы расклассифицируем вот этот новый экземпляр, как синий квадратик. Причем этим параметром можно очень интересно играть, но если заиграться им, например, в R, то можно очень быстро получить R-овский out-of-memory. В Java получить out-of-memory на подобном алгоритме немного сложнее, но тоже можно. Поэтому я призываю, если вы даже все остальные алгоритмы вызываете из библиотек, то вот этот алгоритм обязательно нужно имплементировать руками, чтобы разобраться со всеми вещами, сколько эта вещь сожрет памяти в вашем решении, может быть, с этого начнется ваша собственная либо в вашей команде, и будут потом вызывать ее. Вы спросите меня, какие вот алгоритмы, их очень много, какие стоит изучать, чтобы решать большую часть задач, есть ли царская дорога ко всему этому? Конечно, есть. В топе, чтобы отвечать на вопросы, конечно же, лежат decision 3, и они действительно дают хорошую точность. Но, как я уже сказал, есть проблема с тем, что отвечать. Это регрессию, с ней нужно разбираться, даже если вы не любите экономику, потому что большинство примеров CD старых, оно в старых учебниках по экономике. Экономисты накопили огромный опыт в линейной регрессии. Это же обязательно кластеризация, и это так называемое изучение time-series, то есть каких-то временных рядов. Если вы не любили сходимость средов, это не совсем они, не пугайтесь. Все остальные вещи, даже очень модные нейронные сети, они сейчас, безусловно, так называемое глубинное обучение, находятся на взлете, но имеют некоторые проблемы с имплементацией этих библиотек на стороне Java. Это также с вовлечением эпического количества ресурсов в вычисление каких-то признаков. Немножечко поговорим про модные языки. Не стоит, безусловно, стартовать с октавы. Многие говорят, у меня есть октава, это такая бесплатная версия MATLAB, но бесплатно мои заказчики ее возьмут. Зачем ее вообще брать? В ней очень мало имплементации ML-алгоритмов, я имею в виду machine learning, и при этом все идет через матрицу, вы все время вынуждены думать как матрица, это такой MATLAB подход, от него необходимо отучаться. Он предполагает однопоточную модель, и если вы пишете какой-то многопоточный код, опять же какую-нибудь RTB-систему, у вас узким местом все время будет вызов какой-то нативной функции из октавы. Октава вообще где-то, по-моему, частичная из имплементации на Java. Зачем вызывать что-то написанное на Java? Если вам нравится, однако, вот такой вот GUI, то вы, скорее всего, являетесь поклонником R, и уже увидели его и затрепетали. Но так как все-таки Java-программисты, надеюсь, здесь не так уж много поклонников R. Вообще 25% пакетов R написан на Java, и здесь применяется тот же самый аргумент. Зачем это вызывать? Синтаксис классный, позволяет быстро протянуть стрелочки, похожие чем-то на лямты, от одного края экрана к другому, но потом поддерживать этот код очень сложно. Безусловно, у R есть даже имплементация на GVM, но экспертов по ней еще меньше в мире, чем экспертов по R. И опять же, это имеет имплементацию кучи алгоритмов, но только однопоточную модель. Конечно, у нас есть Python. Все говорят, ну блин, у кого? Зачем Java в таких высоких вещах? Это вот именно вот эту вещь, что держать в голове, когда приходится к своему менеджеру. Но Python, опять же, слишком высокоуровневый для нас язык, и если кто-то здесь слышал или писал на версии Python, который ранится на GVM на Gtone, ну вы извращенцы вообще, получается. То есть вы писали на Python, чтобы ранить на GVM изо всех сил стараясь сохранить себя в экосистеме Python. А зачем? И мы, конечно же, не Python-девелопер. Вы скажете, есть две классные библиотеки, scikit-learn и pandas, и с ними все. Можно их коннектить теперь даже, по-моему, к Spark и так далее. Но, блин, я живу в GVM-мире, я хочу ранить это на GVM и запускать уже scikit-learn каким-то образом поверх GVM. Оно и являет очень странное непредиктивное поведение, с которым нам придется потом возиться. Вы хотите быть экспертом во всем? Не стоит. Переходим к Java экосистеме. Если идти с самого низа, то, к сожалению, вы встретитесь с тем, что на большинстве проектов, которые так или иначе ориентируются на датамайнинг, за вас пришел архитектор и уже выбрал какую-то NoSQL систему. Даже если вы являетесь поклонником SQL, скорее всего, уже сидит какая-то NoSQL система, причем, чем дальше влез, тем она дремучей. То есть, какой-нибудь вполне себе K-value, типа даже какого-нибудь MMCHA или Redis'а стоит, и нужно лазить в него. Хорошо, если вам еще попалась Mongo или Cassandra, и вы можете делать запросы. Обычно нет. То есть, мы уже там что-то сделали, но хорошо масштабируются, лазите в нашу NoSQL. Приходится знать NoSQL. Но вы, в принципе, можете закрыть весь этот вопрос, по крайней мере, с популярными кейсами, если вы будете использовать Spring Data. И давайте вот на этом этапе мы просто забудем про то, где хранятся наши данные. Будем считать, что мы все время обращаемся через Spring Data. Если еще не использовали на проектах, например, с Mongo и так далее, гуглите и все легко находится. Вы говорите, окей, у нас вообще последовательные файлы, мы провели огромную работу в нашем проекте, у нас есть HDFS или HBase, которые заточены для нашего Hadoop-кластера, и мы не можем проигнорировать Hadoop, мы идем к нему. Знаете такой анекдот? Встречаются два Hadoop-девелопера, один спрашивает, сколько у тебя в машине кластеров? Он говорит, 15, а у меня 16 на одного балла. У кого больше кластеров? Или у кого больше машин? В общем, часто это вырождается в мерении количеством машин, или крутыми настройками. Ты знаешь, я запустил 17 редюсеров, а я 18. Давай, кто больше? Это все очень здорово. Простят меня Hadoop-девелоперы, но типичный профессиональный разговор выглядит так. Им вообще глубоко все равно на то, что мы хотим дальше делать с этими данными, каким способом мы собираемся их агрегировать, получать наши высокоуровневые фичи. В целом себя Hadoop-девелопер представляют в виде таких вот рыцарей, меча и отваги, которые сейчас как Hadoop натравят на наши данные, как вот сейчас все сагрегируют нам, сейчас напишут нам миллион MapReduce job. Все, конечно, верят в MapReduce, который вот начинается с такого примера, с WordCount во всех книжках. Все говорят, ну вот же, у нас есть слова, у нас есть вот эти итерации, там сплитинг, маппинг, шаффлинг, редюсинг, и у нас получается final result. И все это хорошо выглядит, когда у вас простейший кейс и простейшая модель данных. Бизнесу не нужно считать слова почти никогда. В этом проблема. Проблема в том, что нам нужно делать фичи из Hadoop, нам вообще не хочется писать какой-то MapReduce отвязный код. Конечно, нам на помощь приходят такие вот, эта пчелка с жалом Hive и свинюшка Big. Тут есть два подхода. Суровые SQL-щики радуются и говорят, ура, у нас появилась возможность писать практически SQL, ну и че, что мы ждем результата в 15 минут. Это же SQL. И к этим людям я не могу предвидеть никаких претензий, но сам являюсь поклонником Big. Так случилось. Проблема в том, что мне нужно было часто лазить не в какую-то вещь со схемой данных, а вполне себе поддерживать еще какой-нибудь извращенный формат. Поэтому Hive я оставлю немножко за скобочками. Просто знайте, что если вам нужно извлекать фичи, вы можете использовать Hive даже не вдаваясь особо в подробности, как он в каких-то метасторах все это хранит. В принципе, вы можете воспринимать себе это так. Если вы высокоуровневый датамайнер, то на вас смотрит только этот SQL-интерфейс. Но если мы переходим к пигу и хотим делать чуть-чуть больше магии, чуть-чуть, а, нет, не обрезал ничего. Так выглядит какой-нибудь привычный пикскрипт, который подсчитывает количество треугольников в графе. То есть выглядит немножко олдскульно, мы объявляем все время какие-то переменные, но если приглядеться, это тот самый божественный pipeline, который позволяет нам трансформировать данные из одного, например, прочитав их из источника, вот здесь вот в самой первой строчке, определив свой собственный storage, можно использовать как встроенные, так и вообще писать свои парсеры для любого типа данных. И дальше вы производите трансформацию. В конце вызывается какой-нибудь классный оператор, dump, например, если вам нужно что-то куда-то выкрузить, и вот в этот момент начинается крутиться вся цепочка вычислений. Чем хорош пиг, чем хорошим для Java-девелопера, вы можете быть ограничены синтаксисом пига стандартно, но вы можете написать свою собственную джарку с набором классов, из которой легко вызывать функции. Джарку можно вообще просто кинуть в определенный каталог, и все будет вполне себе доступно. Там есть forEach, многим не хватает forEach в SQL запросах, и вот это оно. Конечно, pipeline style, о котором я говорил, и очень легкая парализация. Если вернуться обратно, то вы видите, здесь я устанавливаю, то есть я не лезу в настройки Hadoop, не пишу, сколько мне там мапперов, редюсеров создать. Я пишу, я хочу распараллелить N, 5, 6, 12, не знаю какое число. Хотите управлять параллельностью покруче, пишите это на уровне какой-то секции. Например, вот эту трансформацию не параллели вообще, а вот эту, например, я верю, что ты можешь, например, чтение распараллелить сильно, давай-ка 256. Ну, 256, конечно, многовато, но, например, какие-нибудь 1632 вполне себе. Что происходит с пиговым скриптом, который мы написали? Ну вот написали мы этот какой-то текстовый файл. Что это вообще? Где там Hadoop, где там MapReduce? Дело в том, что каждый оператор читается, распознается, парсится и превращается в цепочку MapReduce Job. То есть вот тот написанный код, я снова к нему вернусь, он превращается в больше, чем два или три десятка различных MapReduce Job. Мапперов, редюсеров, которые друг другу передают результат. Причем один оператор может вполне растечься по двум, в зависимости от оптимизации, или как-то объединиться. При этом вы все это можете, ну, если не дебажить, то хотя бы распечатать. Если вот вы не доверяете бегу, вы не верите его в Execution Engine, то, пожалуйста, есть режим печати мапперов и редюсеров на экран. А если мы все-таки такие отрываемся по социалочкам, и нам нужен какой-то специальный какой-то граф оброч, чтобы экстрактить графовые фичи. Их обычно не так много, это какая-нибудь там 2-3 окрестность, вокруг вашего пользователя, и нужно что-то в ней интересное обнаружить. Но тем не менее. Графовые фичи не очень удобно делать ходупом от слова вообще. Например, вам нужно, у вас есть какое-нибудь сообщество студентов, в нем нужно задетектить комьюнити любителей игроков в футбол, просто каких-то непонятных наркоманов, или еще просто отличников, например. И они не пересекаются, это известно, или наоборот сильно пересекаются. Вам нужно найти центры влияния, их обезвредить, задать в полицию и так далее. Все это очень хорошо, но не при помощи MapReduce. В MapReduce есть небольшие проблемы с итерационными вычислениями. Как мы все помним из университета, графы любят итерационные вычисления. И при этом они много чего интересного производят на каждой итерации. Проблема в том, что любую графовую беду очень тяжело еще свести к k-value подходу. И представляете, раньше люди писали цепочку MapReduceJob для, например, расчета кратчайшего пути. Это было ужасно, запускалось на куче машин, когда иногда вообще, как показывала практика, могло быть запущено даже на одной. Но что нам предлагается в графовом подходе? Говорят, давайте примитивизируемся. Опустимся на уровень вершины, будем сидеть в ней. И из этой вершины будем посылать различные сообщения в другие вершины. Я чуть позже про это покажу. Давайте делить наши данные не параллельным способом, нарезая на строки или на какие-то куски типа чанков, а давайте распилим граф некоторым способом, что-то продублируем. Но то, что нам позволит, например, по компонентам какой-нибудь минимальной связности, если мы смогли их обнаружить, и в каждой что-то запустим. Они могут быть не совсем одинаковые, но в целом этот подход позволит что-то вычислить. Вы ставите что-то вроде жирафа, что вполне себе ранится и поверх хадупа, и он делает что? Он один раз загружает из input-формата в память и начинает там крутить процессы. В вершинки такие хоп, можно увидеть это как нейронную сеть, которая быстро рассылает нашему мозгу сообщения другим нейронам. Разослали какие-то сообщения о своем состоянии, те свои, все, уперли синхронизационный барьер, ничего не сохранили на диск, то есть Hadoop бы сохранил, а мы нет. Ничего нам не нужно снова читать. Что-то разослали между какими-то нодами после синхронизационного барьера, и пошли дальше, запустили итерацию снова. Какой-нибудь PageRank можно запускать также очень легко за несколько итераций. Ну хорошо, у нас есть данные, мы сделали фичи, а что дальше? Надо же как-то обучаться. Но вообще мы можем пойти в сторону стандартного вполне себе GDM, Java API для дата майнинга. Вот есть два Gsara, один вообще древний, другой поновее. И если вы поищите эти интерфейсы, они есть в сети, но как же мало, чертовски мало их классных имплементаций. То есть, хотя там рассмотрены все случаи, даже TextMining, Time Series, GDM 2.0. Ну и что? Вы можете сами заняться имплементацией, но как-то так не сложилось на этом рынке, что все бросились имплементировать вот именно такие стандартные вещи. Кто знает веку? Кто знает веку? Блин, сейчас я просто тогда вам расскажу полезную штуку. Несмотря на то, что вы там все Spark-программеры и так далее. Века — это не вот эта новозеландская птица, это такая студия. Сейчас я не буду лезть вперед. Нет, залезу. Это такая специальная студия для Java-новичков в дата майнинге. Вы открываете эту студию, и вы можете, в принципе, ничего пока не программируя, загрузить какой-то датасет, настроить правила, алгоритмы, фильтры и так далее. И неважно, кстати, из чего, во что вы полезете за данными, там, вы можете слазить в R-овский формат, можете слазить в Hadoop или в SQL-базу, на все есть коннекторы. Но вы потом, когда все это обучите, получите какую-то первую модель, вы можете получить Java-код. Насколько корректно использовать этот Java-код в вашем решении — хороший лицензионный вопрос, но зачем-то же они сделали эту кнопочку с генированием Java-кода. Все ведь не просто так, но лицензию почитайте лучше. Насколько ваш проект это подходит, и не делает ли это ваш проект слегка опенсорсным. Но скажу честно — нет, находили люди дыры. А еще можно взять скомпилированную джарку с этой моделью, и тогда вы нарушаете намного меньше. Эта штука имеет тулы практически для всего. При этом есть даже способ, ну вот не смотрите на наклепанное на свинге в далеком 2003 году окошко, выглядит это все не так уж красиво, не веб-версия, десктоп вполне себе и жрет память нехило, но написано на Java, и вы тоже можете управлять вполне себе этой векой при помощи даже ключей запуска этой веки. При этом вы можете этот джарник разложить, например, по нодам с хадупом, и после того, как вы даже на каждой ноде, например, завершили map-функцию, вы можете какой-то результат грузануть веку. Обучить только на каком-то количестве данных, которые здесь. А потом, если у вас есть подход, который позволяет объединять данные модели, вы можете построить какую-то агрегированную модель на основе всех этих вещей, и переобучить заново. И так вот прокручивать несколько циклов. Этот подход хороший, особенно для нейронных сетей, но тем не менее, нельзя сказать, что века, она вот только для людей, которые только учатся. В продакшене ее использовать можно и нужно. И довольно много хороших примеров. Но если вы такие как бы прочитали лицензию, она вам не подходит, вы лезете в SPMF. Это такой сайтик, одновременно библиотека, где много людей, назащищав PHD, выложили туда свои результаты. Там вот несколько недель назад было 109 алгоритмов. В основном они, конечно, сосредоточены все в так называемом открытии паттерн, паттерн майнинг филд, это чуть более урезанная область. Но есть кое-какие вещи, которые касаются кластеризации, текст майнинга и так далее. Чуть-чуть плохо покрыта классификация. Но коды базы растет. Она реально растет. Год назад там было 50 алгоритмов, сейчас 109. Количество скачек растет тоже по экспоненте. То есть вполне себе вещь, которая не скоро загнется, потому что разрабатывается сообществом. Вы скажете, окей, но это какие-то Java алгоритмы без инфраструктуры, которые нужно куда-то впихивать. У нас вообще вот ребята используют на соседнем проекте такую вещь, как Mahao. Кажется, она там работала поверх Hadoop. Абы да кабы. Проблема с Mahao там ровно следующая. Как с любой вещью, которая пилится на основе другой вещи, вы вынуждены немножко следить за предыдущими версиями. Здесь я имею в виду Hadoop и Mahao. Одно на другом вроде как запускается. Но с какого-то момента началась оказия, связанная со взлетом Spark. У людей появилась проблема. Вот у нас алгоритмы какие-то используют старый MapReduce подход. Вот мы хотим новые, чтобы они не MapReduce использовали. Вообще Google сказал, что MapReduce плохой. Давайте что-нибудь другое. Они действительно начали часть алгоритмов имплементить на Scala. И те, которые ранятся поверх Spark. В итоге Mahao представляет сейчас такой разброд и шатание. Часть алгоритмов много имеют поддержку MapReduce. Запускается вместе с Hadoop. Часть вообще запускается вместе с Amsara. Но там очень ограниченное количество алгоритмов. И это действительно хорошо скейлятся. И при этом это все еще использует, к сожалению, свою коллекцию, свой Java Collection Framework. Если вы очень любите стандартный Java Collection Framework, будете, возможно, неприятно удивлены. Если вы же поклонники переключений, то не будете. При этом там есть вся классика типа collaboration filtering, за что многие и ставили Mahao. Есть много кейсов, которые рассказывают, как делать collaboration filtering. Кстати, что это такое? Collaboration filtering, я о нем уже кратко упоминал, когда мы говорили про рекомендации музык. Здесь, например, можно выделить два подхода. Так называемый user-based filtering. Кому что предложить? Вот у нас уже есть данные о том, что вот ребятам нравится, кому-то вместе нравится, например, виноград, кому-то вместе нравятся какие-нибудь арбузы, а вот эти люди, например, подружились каким-то образом друг с другом. Наверное, они подружились на основе общих интересов, им нравятся какие-то общие вещи. А можно по-другому, предлагать людей друг другу в друзья на основании того, что им нравятся общие вещи. И это все, оба кейса, они хорошо в Mahao поддерживаются. Но при этом код с Mahao выглядит так, как будто вы запускаете какие-то сырые сервисы своего Java кода. Вы таки все время спускаетесь на лифте куда-то в подвал, вынуждены передавать аргументные команды строки, нельзя наконфигурировать наших любимых бинов и вообще ужасно. То есть я просто буквально хотел проиллюстрировать. Для commins выглядит все просто, интегрируется просто, но вот здесь вот есть такая строчка, для каждого алгоритма нужно подключать какой-нибудь особый драйвер. И в нем вы на самом деле запускаете его, ну то есть это такой вызов сервиса через командную строчку только из кода. Насколько это удобно? Насколько это удобно вообще писать на Java? Отдельный вопрос. Но тем не менее у нас с вами есть вот такой вот стэк, построенный на Hadoop. Например, вы в нем уверились, уже два года у вас работает проект, там есть HDFS какой-то, вы MapReduce сквозь Hadoop, так сказать, собираете данные, предоставляете опишечку наружу. И Hive, например, или там Machout, или Machout через Hive во все это дело лазит, и вы спокойно живете. Но в какой-то момент вы замечаете, что данных количество растет, вычисление фич занимает недели и года, ну это не то, что совсем хотелось бы иметь. И плюс вы ощущаете, что Hadoop делает все время что-то не то, все время такой безопасный, вам с ним не рисково рядом. Hadoop is not sexy. Это тезис, который хочется предъявить и попинать больное животное. Вы спрашиваете, что такое слоненок, которого все любили. Но если вы писали MapReduce Job, я даже не буду этот код показывать. Вот MapReduce Job. Вы использовали все эти дополнительные классы для параметров и так далее. А если вы написали хоть раз свою цепочку из десяти или двадцати MapReduce Job, вы нюхали порох по-настоящему. И сейчас ковыряние в мертвом... А, нет, я хотел показать код. Выглядело примерно как-то так. Эх, MapReduce Job, помню я вас. Но, тем не менее, из всего этого можно вытянуть одну хорошую вещь. Кроме того, что там надо писать какой-то Java код, была здравая вещь. Hadoop с самого начала предлагал нам не заботиться о распиле наших данных, о перетасовке между серверами вроде как, о каком-то объединении. То есть вот этот вот фреймворк управления данными, он нам нравится. Тот, который запускает какие-то сервисы за нас. Представляете, если бы мы это все писали руками. И это хочется сохранить. Пришла идея. А давайте мы заберем этот скелет под названием Yarn из Hadoop и запустим на его системе что-то другое. Не обязательно Yarn, но вот простой пример, когда у вас есть Yarn, например. И вы такие, а я запущу Spark. Spark классная штука, про которую уже много сегодня рассказали. Я отмечу самый важный момент, наверное, для себя. И для вас тоже. В целом, на него не стоит смотреть как на что-то, ну, радикально другое. Если вы много работали с Hadoop, вам не составит труда владеть концепциями Spark. И вы вообще можете продолжать думать, что это такой MapReducing Memory просто с дополнительной абстракцией вокруг, где не вы сами все-таки определяете некоторые функции, а за вас тоже написали API. И люди, у которых проектом на Hadoop, особенно на первом, 4-5 лет, они уже имели что-то вроде такого же Spark и RDD вокруг. RDD – это базовый блок. Если вы пишете на Scala, вам вообще все чудесно. Вы такие привыкли работать с иммутабельными коллекциями, но если вы джавист, вы как бы не фанат Unmodifiable List или еще чего-то такого. Поэтому для вас может стать некоторым откровением вот этот набор иммутабельных коллекций, которые вроде как должны были совершеннейшие к нам приехать в какой-нибудь 11-й Java. А вот они уже здесь и торчат совершенно из API. Но при этом я долго не доверял Spark до того момента, как там появилась pipeline API. Я говорил, у меня есть пик, я не хочу этот Spark. Ну да, он берет еще парочку высокоуровневых вопросов, да, у него есть какие-то библиотеки, но мне нравится извлекать все фичи на пике. Пока не появился не так уж давно pipeline API. При этом сразу же вылезла другая проблема, как все бросились на Spark. Вылезли проблемы с garbage collector. Ну, например, типичное Spark-приложение обращается к 100 гигабайтам памяти, и вы такие, ну конечно же, мы же всегда Java запускаем со 100 гигабайт хипом, у нас же никаких проблем нет, ну кроме больших пауз. Тут есть маленький хинт, то есть сами исследователи, кто прям реально занимался перформансом и garbage collector именно со Spark, они советуют такой простой рецепт. Посмотрите в сторону garbage first, вам чуть-чуть станет легче. Но гарантировать мы это не можем, и придется смотреть внутрь параметров настройки Spark. Например, такого параметра, как Spark Storage Memory Fraction. Как уже рассказывали сегодня, Spark имеет тенденцию сохранять определенные данные и кэшировать их, вызывая там оператор, например, кэш. И вы, но при этом вам нужна все время память для трансформации, произведения новых блоков, выполнения каких-то действий. Вы можете, например, играть этой опцией, кэшировать не так много, тогда может быть garbage collector не придется так сильно напрягаться. Или наоборот придется. Но тут нет одного рецепта. Все очень сильно зависит от вашего кейса, и так все всегда говорят. Но вот пара практических хентов я надеюсь вам дал. Но мы же не просто так пошли в Spark. Нам же нужна была какая-то killer feature. И killer feature является убийцей махаута, это же MLlib. MLlib позволяет нам заниматься теми же вещами, что позволял заниматься махаут и еще. Причем он использует вполне себе pipeline API. MLlib поддерживает классификацию и регрессию. MLlib поддерживает ту же самую коллаборативную фильтрацию. И, конечно же, снижение размерности. Когда у вас, например, вы таки написали какой-то алгоритм, который по сырым данным сгенерировал вам тысячу фич. Вам нужно оценить, какие фичи значимы, какие незначимы. И все это, например, в реал-тайм, который хлещет ваше приложение. Вполне себе MLlib справляется с такой вещью. Особенно, если были какие-то фанаты оптимизации, например. Особенно на большом датасете. Например, линейное программирование. Вот это вот все. Linear programming вызвать. Вполне себе можно. Причем код выглядит чуть-чуть симпатичнее. У вас, опять же, есть какой-то набор параметров. И я снова для примера беру код, который работает с Cummins. Но здесь вы можете уже использовать набор каких-то стадий. То есть вот буквально в конце строчка, которая отвечает за набор модель. Вы загрузили что-то. У меня, по-моему, какой-то кусок не вошел. Простите. Да. Наверное, я потом позже кину куда-нибудь в Twitter link с большим куском. Здесь у меня, к сожалению, есть не весь кусочек. Но суть в чем? Суть в том, что от простого вызова каких-то сервисов, каких-то парсинга, проперти-файлов. И вот это все в одном коде смешанном. Как обычно выглядел код людей, который на скорую руку работает с Mahal. Вы вполне себе вызывая MLlib, спокойно встраивайте ваше Java приложение, которое работает со Spark. Более того, поверх всего это выводится, по-моему, с версии 1.2, но не хочу соврать, такая вещь как DataFrame. DataFrame это то, за что хейтили и Spark, и Hadoop, и вообще всю Java экосистему. Потому что как бы не было в Java, не было этой удобной абстракции. И питон-девелопер говорит, ну конечно, у тебя большие данные, но где DataFrame? Нет DataFrame, и теперь он есть. Это вещь, которая позволяет смотреть на наши данные, как будто по ней уже сразу построены какие-то срезы, вышли на какие-то функции, хоть они и довольно ленивые. И при этом, работая с MLlib, вы как будто бы остаетесь в пространстве смыслов scikit-learn. Она очень похожа, и люди с оглядкой на scikit-learn дизайнили MLlib очень сильно. Хотя использовали имплементацию алгоритмов из Mahal. Такое вот, соединение двух идей в одно. При этом, если вы ну совсем не любите pipeline API, вам не нравился пик, вам не нравился pipeline API, вы такие, я Hive-девелопер, даже не Hadoop. Тут, в принципе, есть возможность продолжать писать ваши SQL для экстрактинга фич. Но проблема в том, что мы хотели MLlib уже как бы использовать для обработки этих фич. Тут уже такой большой вопрос. И это все еще может с этой стороны не лазить напрямую в Hadoop и Spark. Например, у вас есть старое решение, написанные запросы на Hive, которые все это экстрактили. И вы, в принципе, можете MLlib прикрутить к вашему старому решению, потому что коннектор к Hive есть. К сожалению, коннекторы есть не к всему. И с этим списком надо очень-очень аккуратно сверяться. Ну и самое главное, когда не стоит использовать MLlib, практический рецепт, да когда вам не нужно на самом деле параллельные данные, когда у вас их немного, но тогда не нужно использовать ни Hadoop, ни Spark, ни всю эту мишуру. Хватит какой-нибудь веки или алгоритмов из SPMF. Не стоит ставить MLlib просто, чтобы он был на вашем проекте. Ну, вы такие, о, это решает все мои проблемы, сейчас я запилю весь такой стэк, и уже мне пора заканчивать, показывают, по-моему. Поэтому, буквально несколько таких советов. Все равно приходится смотреть ваши данные. Если вас бесят данные, бесят все вопросы предметной области, которые с ней связаны, вам нравится настраивать Hadoop-кластер, но не нравится думать об этом всем, не лезьте вы в датамайнинг, вам будет скучно. Хотя, конечно, там можно поиграться с математикой, но данными нужно немножко гореть. Обязательно дружите с DevOps-инженером, потому что пока вы будете гореть данными, вам нужен друг, который будет за вас настраивать Hadoop. Запускайте Spark для новых проектов, и опять же, этот совет, который уже, ну, в принципе, много кто высказал. Но, если у вас есть проект на Hadoop, не бросайтесь, его выкидывается. Он как-то считает, делает ваши фичи. Вы можете присоседить новые поделки, типа того же MLlib, к старым вашим решениям. Обязательно учите алгоритмы. Потому что какое бы решение вы не запилили, пусть оно работает, что-то предсказывает, но при защите вашего решения снимаются метрики не только по перформансу, что это быстро. Клиенты интересуют, что эта вещь конкурентоспособнее, чем у его конкурентов, имеет большую точность предсказаний. Вы должны как-то на кончиках пальцев уметь это обосновывать очень быстро. И пишите Java код. Держитесь. Java приходит с новыми и новыми фичами. И как сегодня уже, по-моему, Коля упоминал в следующем зале, Java тоже чего-то ждется. Может, мы когда-то будем писать маленький, красивый и скромный pipeline API на Java. Необязательно использовать Scal. В общем, думайте Java путем. И вот мои контакты. Всем спасибо. Все, нет времени, да, на вопросы? Ну, если есть вопросы, давайте я вот выйду в коридорчик тогда.